Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печерин. Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Он в течение 32 лет своей жизни занимался педагогической деятельностью. С 1857 года он преподавал в Кронштадтском уездном училище, а с 62 по 1889 год в Кронштадтской гимназии. К большому сожалению, ни собственные произведения Цаяна, ни воспоминания о нем не дают достаточно точных представлений о том, каковы были его уроки и конкретные методы преподавания. В воспоминаниях его учеников более всего можно найти лишь общие места и похвальные слова, а в написанном или сказанном им самим лишь очень немногие педагогические указания в тесном смысле этого понятия. Тем не менее, имеющихся сведений достаточно, чтобы представить себе в общих чертах Цаяна как педагога, понять идейную и духовную основу его педагогической деятельности и угадать даже некоторые его частные, конкретные принципы. В этом нам поможет книга, которая вышла в свет в издательстве «Отчий дом» и называется она «Учащим и учащимся» из трудов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Настоящее издание содержит выдержки из дневниковых тетрадей святого праведного Иоанна Кронштадтского, посвященные теме образования и просвещения юношества в духе православной веры. Книга включает как методический материал, адресованный учителям, так и катехизические и нравоучительные беседы, обращенные к ученикам. Подготавливая настоящую книгу к публикации, издатели по возможности с наибольшей полнотой включили в нее материал из дневниковых тетрадей святого праведного Иоанна Кронштадтского за 1856-66 годы касательно его методики преподавания закона Божия. Известно, что отец Иоанн преподавал в Кронштадтской гимназии для мальчиков и в девичьем пансионе в течение 32 лет, и поэтому опыт его педагогической работы богатейший. Но, как пишут биографы батюшки, существует мало воспоминаний об отце Иоанне как о педагоге, и еще меньше известно о его конкретных методиках преподавания. Читая страницы дневниковых тетрадей Кронштадтского пастыря, мы в какой-то мере можем восполнить этот пробел. Большое количество записей батюшки посвящены теме образования и просвещения юношества. От коротеньких набросков лекций до глубоких размышлений о том, каким должен быть законоучитель или, например, о том, как преподавать священную историю детям, или как вести себя в классе с мальчиками и тому подобное. Используя этот материал дневниковых тетрадей отца Иоанна Кронштадтского, автор-составитель данной книги, монахиня Серафима Иванова, разбила его на две части. Учащим, то есть учителям, наставникам, и учащимся, то есть ученикам православных гимназий. В первой части книги, называемой «Учащим», материал выстроен в нескольких небольших главах. Общие заметки об образовании, где отец Иоанн акцентирует внимание преподавателей на том, что необходимо прежде всего воспитывать учеников в духе православной веры и церкви, а не в духе света, и что из воспитанников наперед нужно образовывать верных сынов церкви, а потом полезных слуг Отечеству. «Да, — говорит пастырь, — великое и многотрудное дело учить детей, потому что при обучении надо и вложить в их сердца единое на потребу, истины веры, любовь к Богу и ближнему, и несомненное ожидание Господа с небес для суда живых и мертвых, и праведного воздаяния по делам каждого, и вместе преподать им хоть весьма полезное, но довольно многосложное в нынешнее время познание светских наук, так, чтобы все эти познания, верования и чаяния дружно улеглись в их умах и сердцах и не вытесняли одни других». В последующих трех главах первой части книги собраны ценные, конкретные указания батюшки, каким должен быть законоучитель, как готовиться ему к преподаванию, как преподавать священную историю и как преподавать те же предметы в воскресной школе. Так, например, святой Иоанн пишет, «Светильник для тела, сказано, есть око». Учитель есть светильник для учеников. Итак, если око его, взгляд его на свой предмет, метод его преподавания будет прост, то все ученики его, хорошо его понимая, будут просвещаться от его преподавания. В их умах все будет светло. Если же око его, взгляд его на предмет, метод его преподавания будет неясен и темен, чужд простоты, наглядности, то и все тело его, то есть все ученики его, будут блуждать своими умами во мраке, ощупью ища истины, затемненной словами, фразами, оборотами речи. А вот что пишет святой Иоанн о цели всяких познаний. Для чего разум собирает многоразличные сокровища познаний? Для сердца и воли. Для просвещения и исправления сердца, для утверждения воли в добродетели, в законе Божьем. Вот главная цель познания по разным наукам. Если не имеется эта цель в виду, познания теряют свою цену, не имеют главного центра, своей главной истинной мысли. Тогда все здание познаний построено на песке и песком связано. Как миражный домик, оно скоро разлетится и рассыплется, и завалит, и задавит сердце. Что толку в познаниях, если вы не научите человека бороться со страстями, с искушениями и побеждать страсти эти и искушения? Вы нагрузите корабль и, пустив в море, не дадите ему ни руля, ни рулевого. Или разведете пары в паровой машине и пустите ее бежать на парах без машиниста. Очевидно, и корабли, и машина должны разбиться, и вы будете должны за них отвечать хозяину корабля и машины. «Знания надмевают», — говорит апостол. «Многие ведущие люди, не имеющие в голове своей познаний, познания воли Божией, бывают горды, вольнодумны, дерзки, самолюбивы, непокорны властям». Во второй части книги «Учащимся» материал выстроен в форме бесед. Автор-составитель, придерживаясь такого принципа построения, потому что и сам отец Иоанн часто использовал его в своих дневниках, термин «беседа». В беседу о сотворении мира, пишет он, например, в одном месте, нужно «вставить», а в следующую беседу, читаем в другом месте, «добавить». Кроме того, в 1859 году выходит в свет одна из первых печатных работ отца Иоанна — «катехизические беседы». «И мы», — пишет монахиня Серафима, выбирая из дневников материал для этой части книги, примерно придерживались тех тем и заголовках, которые обозначены самим отцом Иоанна в его катехизических беседах о Боге Творце Мира, о Боге Пресвятой Троице, о Пресвятой Богородице, о Церкви Православной и так далее. В этой части книги, кроме катехизических бесед, выделены нравоучительные беседы, где отец Иоанн говорит с гимназистами о добродетелях, о пороках и недостатках. Особенно выделены размышления о почитании родителей, так как эта тема занимает сугубое место в дневниках кроштадского пастыря. Заметим здесь, что хотя вторая часть настоящей книги учащимся и адресована в первую очередь ученикам гимназии, но, безусловно, она будет полезна и самим учащим, учителям, потому что собранный в ней материал может послужить им основой для будущих лекций и уроков. В качестве предисловия представлена глава из книги епископа Александра Семенова-Тяньшанского, отец Иоанн Кронштадтский. Отец Иоанн как педагог. В частности, епископ Александр отмечает, что педагогическая работа отца Иоанна не была отдельной, побочной его деятельностью, но не раздельной частью его пастырского служения, в свою очередь совершенно неотделимого от его самого. Отец Иоанн не мог не быть педагогом, как не мог не быть пастырем. Педагогической работе он отдавался так же всецело, как всему тому, что делал, в чём и была одна из причин успеха стольких его начинаний. Но такая всецелая самоотдача своему делу соответствовала вполне и основным началам миросозерцания отца Иоанна Кронштадтского, в особенности учению об образе Божьем в человеке. Нельзя не добавить, что современная религиозная педагогика созидает на тех же общих основаниях, на которых строил свою деятельность как педагог отец Иоанн. В этих отношениях он опередил своё время. По словам епископа Александра Семёнова-Тяншанского, педагогическая деятельность отца Иоанна действительно проистекала из его живой любви к детям, которая, в свою очередь, была вероятной истоком его пастырской любви ко всем. В некоторых жизнеописаниях его сообщается, что он с радостью принял назначение на пост преподавателя закона Божия, но, как бы ни была глубока любовь отца Иоанна к людям и детям в особенности, эта любовь впиталась и освящалась его любовью ко Христу. В этой любви были сокрыты для него подлинная сладость и высшее благо, и к ней, к источнику жизни, стремился он приобщить всех, кого любил. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok